Вопросы, которые сегодня обсуждались на приеме главы региона Максима Егорова в Кубе, за моей спиной, касались коммунального хозяйства. От ремонта детской площадки, водонапорной трубы до ремонта крыши обещали сделать в самые кратчайшие сроки. То есть проблемы жителей, по сути, в ближайшее время будут полностью решены. Елена Галанина приехала из Инжавина. Она просит заменить трубу, которая соединяет водонапорную башню с несколькими домами по улице Ленинской. С августа прошлого года начались перебои с питьевой водой и до сих пор проблему не решили. Обращалась неоднократно. Два раза обращалась через соцсети в постсовет. И в марте 2023 года обращалась в администрацию района. Сказали, что заменят, но до сих пор не заменили. Как выяснилось, в этом месте грунтовые воды залегают всего в метре от поверхности земли. И чтобы выполнить работы без нарушений, решили проложить трубу протяженностью 150 метров в августе, когда вода уйдет глубже. У Надежды Бондаренко обращение тоже связано с водой, правда с дождевой, которая в непогоду течет в квартиры через прохудевшуюся крышу многоквартирного дома. С этой проблемой жительница 2-й Гавриловки приехала в областной центр. Мы своими силами ее ремонтировали, сбрасывали все квартиры, сколько смогли. Но силы у нас не безграничны, поэтому ручей до первого этажа у нас дотекал. Поэтому мы, конечно, как смогли, залатали, но очень хотим попросить нашего главу области помочь нам в капитальном ремонте этой крыши. Глава региона выслушал проблему и вынес строгий вердикт представителям фонда капремонта. Что хотите сделать? Крыша должна... Сколько вы, если подрядчик будет? Когда вы проведете работу? У меня в следующей неделе будет уготовлен проектно-спектная документация. А что, сейчас проектно-спектная документация нет? И через неделю она будет размещена. А вы как размещали? Это был объем, в целом, вначале. Но оставление проведения... Когда сделаете работу крыши? Я думаю, что месяц, сейчас нормально будет готовить. Также житель Мичуринска попросил привести в порядок дворовую детскую площадку, которая находится на клубной 10 и пришла в негодность. Выяснилось, что в текущем году во дворе отремонтируют асфальтовое покрытие, установят урны, лавочки и освещение, а также демонтируют те элементы площадки, которые пришли в негодность. Дмитрий Шапкин, Олег Осипов, Евгений Мещеряков. Область новостей.